Она стояла напротив кинокамеры и больших дядей. Совсем одна. Она не понимала, что от нее хотят. Один из них, маленького роста и со смешными глазами, подошел к ней. Тебе надо просто заплакать. И тут она вспомнила, как мама ей когда-то сказала, что настоящая артистка рассказывает людям именно о своих переживаниях. Вспомнила, что последний раз виделась с мамой два месяца назад. Вспомнила, что этот дядя со смешными глазами обещал завтра постричь ее наголо. Вспомнила, и слезы потекли ручьем. Она ревела и смотрела в камеру так, что все взрослые моментально замолчали, и был слышен только стрекотки на пленке. Пусть говорят, пусть говорят, что виноват, что виноват. Лишь месяц май до солнца свет, на то, что мне так мало лет. Если бы у меня была сейчас возможность написать письмо мне, 11-летней девочке, я бы написала бы его так. Дорогая Кристиночка, тебя ждет очень интересная, успешная жизнь. Проживай эту жизнь ярко, радуйся всему, что тебе дарит судьба. Не опускай руки, борись, если это надо, верь в себя. Все, что нам нужно, это только любовь. Благодаря этому мы поем, играем, растим детей, любим жизнь, жизнь любит нас. И, конечно же, для артиста самое главное – любовь – это любовь зрителей. Ради этой любви ты готов быть волшебником, самым счастливым человеком. Летать, летать, летать. Прости, но ты вышел, мне спи, но не будет смертельным. Их было уже слишком много, твой будет не первый. А сердце осталось живое, бессмертное, что ли? Лишь только радар, как прежде, зашкалит от боли. Я падаю снова и снова в тебя с головой. Прошу, ну хоть раз, удержи и останься со мной. Закружится время в часах, если рано остудит. Но кроме тебя никого в этом сердце не будет. Раз и навсегда, всю любовь до дна. Я держу удар, и текут года, потом кипеном. Как вода, ток по кровотам, все тебе отдам. Раз и навсегда. Свои заблуждения, гордость, пока плетеряя. Иду, вопреки за тобою до самого края. Но верить тебе не могу, не хочу, невозможно. Я просто из сердца любовь удалю осторожно. Раз и навсегда, всю любовь до дна. Я держу удар, и текут года, потом кипеном. Как вода, ток по кровотам, все тебе отдам. Раз и навсегда. Раз и навсегда, всю любовь до дна. Я держу удар, и текут года, потом кипеном. Как вода, ток по кровотам, все тебе отдам. Раз и навсегда. Раз и навсегда. Каким я была ребенком, в тихом омуте черти водятся. Я была достаточно послушная, понимающая, усидчивая, трудолюбивая. Но иногда бунтовала. Я запиралась в ванной, включала воду, и на время уходила, так скажем, в себя. Счастье, это когда мама приезжала с гастролей, конечно же, и где бы я ни была, если я была в Литве. Или если я уже с бабушкой в таком подростковом возрасте, где-то в пансионате отдыхала, тоже она приезжала меня навестить. То есть это была всегда, да, радость. Были такие семейные шутки, я хотела привлечь к себе внимание, все время занимала такую позицию перед телевизором. И все говорили, ты, конечно, у нас кристаллик, но ты непрозрачная, за тобой не видно. И больше ничего сказать. Тебя теряю я, тебя теряю, и разрывает сердце пополам. Я понимаю, иду по краю, и вот оно не я, в которой нету счастья нам. Тебя теряю я, тебя теряю, и разрывает сердце пополам. Я понимаю, иду по краю, и вот оно не я, в которой нету счастья нам. За тобой лететь больше нету сил И не важно нам, кто всяк упустил Мы, словно не мы, а слезы не в счет Обратный отчет И больше ничего не ждет Тебя теряю я, тебя теряю И разрывает сердце пополам Я понимаю, иду по краю И вот огонь и я, в которой нету шести нам Тебя теряю я, тебя теряю И разрывает сердце пополам Я понимаю, иду по краю И вот огонь и я, в которой нету шести нам Тебя теряю я, тебя теряю Так уж получилось, что у ребенка звезды небольшой выбор. Либо ты растешь за кулисами, либо тебя воспитывает бабушка. Нашу героиню в основном действительно пришлось воспитывать бабушки. Мама почти всегда была на гастролях по необъятному Советскому Союзу. А что касается папы, кстати, тоже артиста, то мама рассталась с ним, когда Кристине не было еще и трех лет. Я маленькая, конечно же, проводила время за кулисами, как и с мамой на ее концертах, так и с папой, потому что он артист оригинального жанра. Конечно же, я себя представляла в разных ролях. Я как-то эмоционально все очень впитывала. А знаешь, все еще будет, вот эта песня, которую мы пели с мамой в 83-м году. Конечно же, для меня это было абсолютно приключение. Это была моя идея, это было мое желание. Мне очень нравилась эта песня. И, честно говоря, мама просто не устояла. Я жила этой песней. Она говорит, ну ладно уже, со мной. Пойдем, споем, снимемся. Улетаешь, лети, пожалуйста. Улетаешь, лети, пожалуйста. Улетаешь, лети, пожалуйста. Знаешь, как отпразднуем встречу. Фильм «Чучело» меня, конечно, очень закалил. И, наверное, физически, и морально. И дал такую волшебную, что ли, таблетку выносливости на всю жизнь. Мы пробегали, чтобы не стоять в кадре, чтобы выйти из кадра, нужно было пройти по лестнице. Ну вот, я вот с тех пор очень не люблю лестницы. Вот, потому что я с этой лестницей, как бы, как сказать, даже скатилась. И только через несколько дублей я заметила, что у меня рука распухла. Стоял вопрос менять главную героиню. На что был, конечно, полный отказ. И мы сумели. Я где-то через два дня уже была в кадре. И прикрываю гипс шарфиком. Я сказала, боже мой, какая дивная девчонка бежит у вас по волнам. И как красиво придумали этот черный шарфик по ходу, который так стремительно оттеняет ее движение. Балда, сказал мне Ролан Быков. У меня слабо на руках. Как Ролан Антонович переживал, и как мы все видели, что один раз даже были разбиты декорации. Это был ураган эмоций. Пустота внутри, и все слова билить на три. Тот немой момент, когда выходит ложь на свет. В его глазах, в ней ее отражение, начинается отражение. И какая-то тупая боль. Она Молча сидит, смотрит в глаза, видимо, нужно что-то сказать. Но поздно, так все заказано, этим все сказано. Она Молча сидит, смотрит в глаза, видимо, нужно что-то сказать. Но поздно, так все заказано, этим все сказано. Молча сидит, смотрит в глаза, видимо, все сказано. Вот такой финал не удержался проиграть. Самый нежный фрукт теперь просроченный продукт. Молча сидит, смотрит в глаза, видимо, нужно что-то сказать. Но поздно, так все заказано, этим все сказано. Молча сидит, смотрит в глаза, видимо, нужно что-то сказать. Я бы не выдержал. Ох, я бы не выдержал. А что бы ты сделал? Что бы я сделал? Я бы взял камень и пульнул бы в окно. Я бы не выдержал. Вот я тоже не выдержала, взяла камень и пульнула в окно. И решила начать новую жизнь. Это был шедевр, я считаю. Это была работа, которая, ну, она, не знаю, многие взрослые и опытные актеры с такой страстью, с такой, ну, так круто не играли. Она очень сильная актриса. Так глубоко все это пережить, прочувствовать и донести до зрителя вот эту вот, вот эту детскую тему одиночества, вот этого изгоя общества, девочки, которая пошла против течения. Да, я влюбчивая, я это не скрываю. Ну, в школе чучел, конечно же, были влюбленности, да. Я их даже помню, даже какие-то имена помню, вот. Но все-таки осознанно и настоящее чувство, конечно же, это Володя, да. Кристина Арбакайте и Владимир Пресняков познакомились в конце 80-х на съемках «Голубого огонька». Тогда 19-летний Володя подошел к Алле Пугачевой и попросил разрешения сводить ее 15-летнюю дочку на дискотеку. Так начались самые обсуждаемые на тот момент отношения звездных детей. Когда родился Никита, конечно же, я испытала какую-то, да, материнскую нежность, заботу и при этом такую неопределенность. Мне казалось, что все, вот он, закончился мой творческий путь, потому что я ушла из балета. Я совершенно не понимала, что делать и как вообще дальше двигаться по жизни. У меня всегда в такие моменты жизни, да, какого-то сомнения есть вот эта вот уверенность в следующем дне. Суперяркие воспоминания детства – это, конечно, всякие разные туры, потому что мама, папа, они все вместе как-нибудь ездили, всегда брали меня с собой. И причем мне это нравилось, то есть мне нравилась вот эта вот вся закулисная движуха. Мысли пущу я на ветер, я не грущу, мне спокойно. Словно бегу по небосводу, я узнаю тебя. Свобода, вдохну тебя до боли, до неба, до крита. Я за твоей спиною, мне сладко и стыдно, так глупо и надежно. Друг к другу верны, слышу свобода, у темноты. Вдохну тебя до боли, до неба, до крика. Я за твоей спиною, мне сладко и стыдно, так глупо и надежно. Друг к другу верны, слышу свобода, у темноты. Пьяное утро, громко встретим, словно одни на планете. Сонных проспектов, знакомые ноты, я узнаю тебя. Свобода, вдохну тебя до боли, до неба, до крика. Я за твоей спиною, мне сладко и стыдно, так глупо и надежно. Друг к другу верны, слышу свобода, у темноты. Первый альбом, наверное, все-таки пришелся по продюсированию на плечи Володи Преснякова. И альбом писался, в принципе, где-то в течение двух лет, наверное. Сначала была первая песня «Поговорим». Когда мое появление, в общем-то, и осуществилось, что мама сказала, песня для молодой девушки, давай предложим Кристине. То есть это был такой вот эксперимент. В 97-м году звездная пара рассталась. Что только не придумывала пресса о причинах их разрыва. Арбакайте же не обращала на это внимания. А однажды даже сама подлила масло в огонь. Когда продумывали клип «Периодная птица», нужен партнер, хочется что-то оригинальное придумать. И я говорю, ну, если хочется конфликта, ситуации, то вот конкретно есть Владимир Пресняков. Наверное, это будет именно такая для истории, в общем, такая драма. И, по-моему, он в этот момент позвонил. ПЕСНЯ 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 Я уходила, чтобы возвратиться В небе горила перелётная птица Я уходила, чтобы возвратиться Птица Птица У меня такие были некоторые тайм-ауты В виде декретов, например После которых тоже многие артистки решают А, мне семья важнее Не буду я возвращаться Или оттягивают этот момент достаточно на долгий период Я всё-таки всегда максимально быстро Входила обратно на сцену Как поёт моя героиня Я уходила, чтобы возвратиться И как-то мне уже потом Володя Пресняков рассказывал В те годы, в 90-е Мне тут звонит Федя Бондарчук Говорит, слушай, Володь Я, конечно, не хочу тебя расстраивать Но я не могу тебе не сказать Ты понимаешь, какая штука Я заходил на Москве, смотрю, выезжает машина А в ней Харатент с твоей Кристины едет Он говорит, ну и чего? Ну как? Просто странно Он тут же ей позвонил Оказалось, что она совершенно в другом месте Естественно, что это никакая не она была со мной Это была моя Марина Которую, значит, Федя Бондарчук принял за Кристину У меня было много дуэтов с разными артистками Но с Кристиной не было И я предложил ей сделать дуэт В итоге никто не жалеет об этом Потому что это прекрасные воспоминания И сохранили её образ очень красивый Я, конечно, об этом не думала Что мама когда-то придёт на мой концерт Ну, первое шоу в концертном зале «Россия» Да, но это было уже всё-таки Оно было готово Это был такой итог Я уже созрела У меня была замечательная поддержка В лице Аллы Духовой и балета «Тодос» А это был такой как бы итог Она начала петь Я восприняла это как данность Абсолютно То есть у меня не было Я не относилась к ней как к танцовщикам Я к ней отнеслась как к хорошей артистке Замечательной Которой ещё умеет танцевать У неё совершенно гениальная танцевальная память Есть такой термин у нас И она хватает всё на лету Он учащийся по тылу Не успеет сказать о том Кто взглянет на неё Она продавщица рот От неё на любой вопрос Услышишь Ё-моё Но всё, что им нужно Это только любовь Всё, что им нужно Любовь Но всё, что им нужно Это только любовь И я говорю тебе Люби её, пацан Пацан Он мистический анархист Он на всё смотрит сверху Не спалкаясь Просто так Анархи Анархид, лихао В голове яркан О, мама Не всё ништяк Ведь всё, что нам нужно Это только любовь Все, что нам нужно, любовь Ведь все, что нам нужно, это только любовь И я говорю тебе, люби меня всю ночь Я говорю тебе, люби меня всю ночь А гардемарины в лице Светланы Сергеевны Дружининой и Анатолий Михайловича Мукасея пришли сами домой к нам, я еще тогда жила на Тверской у мамы, но Анатолий Михайловича я знала с Чучела, это мой любимый оператор, который любимый всеми в городе Твери, где мы снимали два месяца, жили в гостинице в одной, но естественно были вечера или выходные, единственное, кого приглашали с нами потанцевать Это Анатолий Михайловича Мукасея, больше никого Он пришел со своей любимой женой Светланы Сергеевны с предложением сыграть принцессу Фике И тут мне вспомнилось интервью мамы Вы, звезда и дочь, у вас чучело, не приклеится ли к ней вот эта кличка, прозвище? На что она ответила, если моя дочь вырастет настоящей актрисой, то она с легкостью сыграет чучело и принцессу Кристина Арбакайте, она баронесса по папе, она фон Орбах И до шести лет Кристиночка была у своих дедушки с бабушкой еще там, в Прибалтике Кристина даже говорила с акцентом И это и было одним из главных наших решений Принцесса Фике, будущая Екатерина II, она и была вот такой девчонкой Конечно, я арабел и надо было сразу играть на пробах самую сложную сцену, любовную сцену Я прекрасно знал, что Кристина встречается с Володей Пресняковым, что у них отношения, что у них любовь И ну как, то есть я не профессиональный актер, то есть мне нужно при всем при этом целоваться Но тем не менее, целовались мы хорошо, по крайней мере, правдоподобно Потому что и Кристину, и меня утвердили Дивным светом ночь дышала То звезда в окне дрожала Ах, как поет смычок Когда влюблен сверчок Зачем скрипачу меня любить? Зачем любить меня? Твердит ему звезда Твой пыл не впрок Таков мой рок Одна, светла, чиста Долг велит мне жить в гордыне Но смогу ли забыть отныне Что так поет смычок Когда влюблен сверчок Сверчок Ностальгическая какая-то такая нежность Ворву даже до слез И я вот как будто смотрю Господи, неужели это я Какой ангел Об этом мало кто знает Когда мы начали сниматься Текста еще не было Вот я, конечно, написал текст Для Кристины Ничего не вошло, конечно Это была одна из первых Если не первая песен Которую страна стала Кристине подпевать Я ищу себе оправдание Вспоминаю любовь сквозь года Мое сердце живет в ожидании Я стою по ночам у окна Эта ночь никогда не забудется Этот день надолго запомнится Тот же город и та же улица И одна на двоих бессонница Тот же город и та же улица И одна на двоих бессонница Одуревшая память волнений Что-то шепчет опять наугад Я дозналась до сути прозрения И глаза за слова говорят Эта ночь никогда не забудется Этот день надолго запомнится Тот же город и та же улица И одна на двоих бессонница Тот же город и та же улица И одна на двоих бессонница Сумасшедшие годы листая Я пытаюсь любовь разгадать Мои чувства о прошлом мечтают Мне уже ничего не познать Эта ночь никогда не забудется Этот день надолго запомнится Тот же город и та же улица И одна на двоих бессонница Тот же город и та же улица И одна на двоих бессонница Эта ночь никогда не забудется Этот день надолго запомнится Тот же город и та же улица И одна на двоих бессонница Тот же город и та же улица И одна на двоих бессонница Когда я решила ставить бессонницу, от меня требовалась главная, как у нас говорят, плейлист, трек-лист. И я все время тянула, да-да-да, сейчас вот, в общем, все ждали меня. И в какой-то вечер просто один я села и все придумала сразу. Одна бессонная ночь родила шоу бессонницу, хотя мне, в принципе, это не свойственно. Я вот-вот пока не страдаю бессонницей, но творческие муки испытываю, да. Она очень целеустремленная, она очень сильная. Ну, вот такая, вот эти качества, без этих качеств артисту просто вообще невозможно. Поэтому, зная, что в Кристине вот это все живет, можно предположить, что если бы даже она и ушла, то она вернулась бы, конечно, победительницей. Кристин, она человек, от которого всегда можно ждать творческих сюрпризов. Вот у нее даже песня есть такая, да, «Уйти, чтобы вернуться». Вот она может уйти, вернуться таким образом, что просто и удивит всех. Это такие яркие периоды, столько было интересного, веселого, гастролей, путешествий, общения. И вот, наверное, отдельное спасибо маме, которая, в общем-то, не привязывала ее к себе, да, а которая дала ей волю, дала свободу, чтобы она сама себя нашла. Она нереальная трудяга. Все, за что бы ни бралась Кристина, становится популярным. Так происходит и с песнями, и с шоу, и с кино. Она с легкостью превращается из эстрадной певицы в драматическую актрису. На съемках первой части фильма «Любовь, морковь» никто не мог предположить, что успех картины приведет еще к трем продолжениям. Как никто и не думал, что в нашей стране появится актриса, которая сможет с легкостью сыграть и мужчину, и ребенка, и даже пожилую женщину. Когда мы встретились на съемочной площадке «Любовь, морковь», у нас уже были дружеские отношения. Ну, она справилась с мужской достойно, мужественно. Ну, думаю, не хуже, чем я женская. Я всегда называю ее Марина, она меня Андреем, а иногда наоборот. Ну, она трогательный, открытый человек. Персиночка, и она никогда не говорит «нет», даже когда в долг просишь у нее. Тик-так, тик-так, тикаю часики. Мы провели старый год, все по классике. Пять минут до начала нового, неизвестного, незнакомого. Привет, дорогая, с наступающим. Жду. В новом году точно все наладится, именно в этом году все появится. Нас никогда больше не сломают, из телевизора так обещают. Отдавайте вместе, крикнем Новый год. Камон, 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 и свои заботы все отложим на потом. Камон, 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 пусть запотевают рюмки рядом с ориеном. Камон, 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 мы всегда поднимем сами настроение. Папореду А еще помню, у нас случай на Новый год был. Брали мы по наводке одну снегурочку. Ну и? Ну и взяли. Снимаемся с адреса. А давайте вместе крикнем Новый год, камон, камон, и в свои заботы все отложим на потом. Камон, камон, пусть запотевают рюмки рядом с Ольгой, камон, камон, мы в себя поднимем сами настроение. Е-е-е-е-е-е-е, камон! Арбакайте никогда не находилась в центре скандалов, не становилась героиней желтой прессы и сплетен. Она одна из немногих популярных артисток, кто не любит создавать вокруг себя шумиху для поднятия своей популярности. Но, как говорится, случай решает все. Пьяная вишня у меня появилась задолго до, так скажем, клипа. Я в нее верила. Режиссер Александр Игудин каким-то образом ее услышал и предложил поучаствовать в осуществлении видеоклипа. Один звонок, в общем-то, решил судьбу этой песни. И тут вот мы уже тоже решили немножко хайпануть интеллигентно. Она чуточку помешанная, и коктейлями размешанная, просто неуравновешенная. А на сердце у нее беда. И в глазах соленая вода, просто невезучая она. Пьяная вишня, пьяная вышла, слога нам закрыть лицо. Пьяная вишня, просто как вышла, не влюбляется никто. Она чуточку не сдержанная, сотню раз была задержанная, просто очень передержанная. Пьяная вишня, пьяная вышла, слога нам закрыть лицо. Пьяная вишня, просто как вышла, не влюбляется никто. Пьяная вишня, пьяная вышла, слога нам закрыть лицо. Пьяная вишня, просто как вышла, не влюбляется никто. Пьяная вишня, пьяная вышла, слога нам закрыть лицо. Пьяная вишня, просто как вышла, не влюбляется никто. Пьяная вишня, пьяная вышла, слога нам закрыть лицо. Пьяная вишня, просто как вышла, не влюбляется никто. Клип на песню «Пьяная вишня» только на ютюбе посмотрели 120 миллионов человек. Это абсолютный рекорд как для самой певицы, так и для ее коллег, даже тех, которые всю свою карьеру строят исключительно на шумихе. Кристина же предпочитает не растрачивать себя на соревнования с другими артистами, а реализовываться в самых разных сферах. Она настолько многогранна, что ей удалось покорить не только хит-парады и киноэкраны, но и театральную сцену. Я ни сразу не видел у Кристины никакой депрессии. Она себя прекрасно реализовала в театре. Она потрясающая актриса. Театр «Моя жизнь» возникает такими яркими вспышками, потом уходит из «Моя жизнь». Только звонок к Олене Борисовне и Волче с предложением сыграть спектакль «Двое на качелях». Я поняла, что я от этого приключения просто не могу отказаться. Хотя я понимала, что это мало то, что очень сложно, это очень ответственно, очень рискованно. Меня будут сравнивать, меня будут осуждать, меня будут не принимать. Олена Борисовна нашла правильные слова, понимая мое сомнение, и убедила меня, что я должна это сделать, я должна это попробовать. Кристина очень быстро, очень быстро вошла в эту роль, благодаря своей невероятной трудоспособности. Вот в этом, конечно, ей надо отдать должное. Невероятный трудоголик. Это получилось талантливо, и это на самом деле, как и предполагала Галина Борисовна, на моем веку, сколько мы с ней были знакомы, она ни разу не ошибалась. Чему я научился у Кристины, это никогда не опускать руки. Он меня учит свежей реакции. Я понимаю, что ему было сложно, и мне было сложно входить в новую реку. Ему было сложно принять новую партнершу. Он очень неравнодушный человек, за что я ему очень благодарна. Он не за себя волнуется, не свою роль прорабатывает, а мне помогает объяснить и копаться в моем образе, в моей роли. Я пришла на Кристину, смотреть Кристину в этой роли, и вот вышла Кристина, я понимаю, что это она. Ровно через пять минут я вообще забыла, что это она. И просто это удивительно, как будто эту роль писали для нее. Карьера у артиста чаще всего побеждает личную жизнь. Два раза так случалось и у Арбакайки. Сначала кумир всех девчонок Володя Пресняков, от которого она родила сына Никиту. Потом бизнесмен Руслан Байсаров, в союзе с которым у нее родился второй сын Дэнни. В обоих случаях отношения распались. Но в этой истории куда более радужный финал, чем у многих ее коллег. Сейчас Кристина счастливая жена, она воспитывает дочку Клавдию. И, наконец, может быть мамой не только в перерывах между гастролями. Опять приходишь ты в мой сон Но так недолго длится он Тебя уносит ветер На развете ты, исчезая Прошепчешь, не забудь меня Свет твоей любви Не прольется золотым Дождем звездами сиять Будет долго в небесах Нам не суждено Было счастье разделить Двоем свет твоей любви Навсегда в моих слезах Наверно, где-то далеко Тебе сейчас совсем легко Печаль свою хочу я Отпустить туда, где все тише Ты шепчешь, не забудь меня Свет защитит меня Ах, без звездами сиять Будет долго в небесах Нам не суждено Было счастье сохранить Своё Свет твоей любви Навсегда в моих слезах Ты в моих слезах Когда мы познакомились с Михаилом Я, естественно, была сразу окутана какой-то заботой Да, и доверие у меня сразу к нему Какое-то спокойствие Очень быстро решили все в своей жизни Что мы будем вместе Я пришла к нему на день рождения, не зная кто он Он не знал, кто я То есть я вместе с его гостями Поэтому мы так и шутим, что я подарок на его день рождения Я завидую Мише, конечно У них потрясающая пара Они очень красиво смотрятся рядом Сейчас с Клавочкой мы стараемся интересоваться Главное, ребенком интересоваться Чтобы ребенок видел, что все, что ее жизнь И ее поступки, ее мысли, ее размышления Интересны ее родителям Я по своей натуре немножко раздолбай всегда был с детства Но мамино влияние как-то воспитало во мне черту некой усидчивости, наверное Добиваться целей и вкалывать Отчасти я провожу с дочкой больше времени, чем с мальчиками Пандемия, конечно, нас сплотила Мама может быть так долго дома и заниматься хозяйством, готовить, помогать с уроками Клавдия, последняя дочь, последний ребенок Она, наверное, больше получила этого внимания и времени Материнской любви и заботы И это хорошо И для обеих, я думаю, это хорошо Когда я в детстве соображать уже стал, я понимал, чем занимаются родители Я помню, вечерами смотрели новые клипы И я такой, вау, как это там все красочно, прикольно Я понимал, что это круто Никита очень творческий человек Да и не он у нас закончил магистратуру Он уже отучился в самой умной семье Я бы очень хотела, конечно, чтобы они много гордились Я надеюсь, что они много гордятся так же, как и я ими Потому что любые их успехи для меня просто это огромное материнское счастье И они меня действительно радуют Цена успеха, наверное, все-таки в дефиците общения И порой даже мне кажется, что все думают, что у меня даже нет Что я, то есть я есть, но я где-то вот на какое-то воздушное такое нечто Которое где-то вот там летает, передвигается в разных апостасях Но совершенно меня нет ни в какой в жизни социальной, бытовой, личной, домашней То есть я вот такое вот творчество летающее абсолютное В моем представлении все-таки мама немножко другая На сцене, в кино, в интервью, нежели в жизни Я человек, который не любит жаловаться, там, ныть и так далее И для меня просто я себя называю в данном случае птицей феникс Я могу просто отмолчаться, я могу танцевать Я могу посмотреть какой-нибудь фильм, прослезиться Принять ванну, выпить чашечку кофе То есть я, ну, понимаю, что все равно жизнь прекрасна И есть что любить и за что бороться Наверное, первая победа все равно над собой Вот, из такой скромной девочки Вот, в какую-то врешительную женщину вырасти Я абсолютно счастлива Слава Богу, когда родители здоровы Есть мир и согласие в семье И с детьми, и с мужем И с родителями мужа Это очень важно Вот, то тогда оно все и летается легче Понимаете, крылья, они уже тогда свободны И можно летать в любом направлении День ушел искать рассвет И луны холодный цвет Растревожил пустотой Сон мой И взглянув на небеса Одинокая звезда Вновь напоминает мне О тебе Позови меня Среди ночи и дня Посреди грозы Если хочешь, позови Позови меня Я встану до утра Будет ночь, как ты Только, только позови Мои сны уже давно Черно-белое кино Пробуди меня от сна Весна Я тебя, как чудо, жду За тобою я пойду И зовет меня Родной Голос твой Позови меня Среди ночи и дня Посреди грозы Если хочешь, позови Позови меня Я встану до утра Будет ночь Позови меня Только, только позови С самого детства Вся шестая часть суши Восхищалась Кристиной Но при этом многие Шепотом говорили Конечно Она же дочь Пугачевой Пожалуй, всей своей жизнью И творчеством Приходилось доказывать Что она Кристина Арбакайте А не просто дочка Пугачевой Доказывать упорно И она доказала У нее давно уже появилась Своя публика Которая выросла Вместе с ней На ее концертах Песнях, клипах И фильмах Ну, я до сих пор Дочка Пугачевой И в каких-то статьях Все равно пишут Не Кристина Арбакайте А дочь Примадонны Ну, а как к этому Отнесешься? Никак Я просто понимаю Что мы в семье Никогда не делали Друг другу протежет Обо мне все узнали С 11 лет Да, потом я стала С подачи, естественно, мамы Я первый раз появилась На телевидении Как певица Вот И тут уже Дело моих уже рук Мне самой было интересно Как что же из этого всего получится Потому что Я не могу сказать Что прям Меня так все поверили Даже в семье Потому что думали Что это все на время Что это все Мне быстро надоест Один из параметров И ее успеха Это не секретный Для кого это действительно Быть дочерью Великого артиста Там, большого Я вот никогда Не видел в ней Этого комплекса Я видел этот комплекс Во всех окружающих Она человек Очень творческий Трудолюбивый И талантливый И как найти Свою собственную дорогу Да так Чтобы тебя не сравнивали С твоей великой мамой Ну, это Мега сложная задача Мне кажется Что Кристина Свою судьбу Нарисовала сама Нашла другой дорогой Она другая И это замечательно Она нашла свой Собственный путь Мир, в котором я живу Называется мечтой Хочешь, я тебя с собой возьму Хочешь, поделюсь с тобой Я подарю тебе любовь Я научу тебя смеяться Ты позабудешь про печаль и боль Ты будешь в облаках тупаться Я подарю тебе любовь Я научу тебя смеяться Ты позабудешь про печаль и боль Ты позабудешь про печаль и боль Ты будешь в облаках тупаться Смотри, разноцветный дождь Поет вдохновенно ветер Ты не заметил, что по радуге идешь Мой мир, как он красивый, светел Я подарю тебе любовь Я научу тебя смеяться Ты позабудешь про печаль и боль Ты будешь в облаках тупаться Я подарю тебе любовь Я научу тебя смеяться Ты позабудешь про печаль и боль Ты будешь в облаках тупаться Я подарю тебе любовь Я научу тебя смеяться Ты позабудешь про печаль и боль Ты будешь в облаках тупаться Мир, в котором я живу, называется мечтой. Хочешь, я тебя с собой возьму, а хочешь, поделюсь с тобой. Я подарю тебе любовь, я научу тебя смеяться. Ты позабудешь про печаль и боль, ты будешь в облаках купаться. Я еще не ухожу, чтобы возвратиться. Поэтому у меня, конечно же, очень много несыгранного, очень много неспетого, и, конечно же, я буду удивлять.